Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Пару дней назад это видео появилось и как-то мне казалось нет смысла делать обзор на него. Ну а в свете новостей покупки квартиры в Дубае и так далее, Собчак оправдалась, сказав, что она планирует около 30% своего портфеля денежного инвестировать в недвижимость. Ну, можно много говорить, по факту в разных странах недвижку просто покупает. Понятно для чего, отсидевшись в Израиле, приехала, сегодня заявила, что у отъездунов кончились деньги и скоро потянутся караваны. Будто бы она не с ними, она, так сказать, подальше, хотя давно ли она сама-то вернулась. Ну и теперь она старается снимать себя везде, повсюду, так сказать, отмечаться, что она в России, в разных городах, не только в Москве она, что она не где-то, это очень важно, потому что она понимает, какую ошибку наверняка допустила, а может и не ошибку, но тем не менее, может свои дела сделала там в Израиле. А значит, дело все в том, что она записала видео, почему-то, я не понимаю, зачем было его записывать, полуобнаженной, или может быть она, ну, по всей видимости, она именно такова и лежит под одеялом. Вот, посмотрите, секундочку. Я в Питере. Каждый раз, когда приезжаю в свою старую квартиру, в которой прожила много-много лет, каждый раз ностальгия. Вот этот весь бабушкин ремонт, понимаете, все, питерский. Ну вот, понятно, да, почему я не люблю классический интерьер. Говорю, посмотрите, секундочку, имея в виду, что коротенькое видео. Собственно говоря, там видео довольно длинное, у них минуты две, но там смысла никакого нет, слушайте, никакой информации там нет. Очень странное видео, во-первых, она опухшая, это мое мнение, я так вижу, не знаю, напишите, что вы думаете. Нос какой-то распухшего, у нее пчелы ее покусали. В общем, опухшая очень, видимо, может быть, все-таки была какая-то буйная ночь. Мужем вообще не пахнет во всех последних видео, но там уже вроде пишут, что дело к разводу идет, не знаю, правда нет. Но, вы знаете, самое смешное, что вернувшись, она снимает квартиру в Питере, чего никогда-никогда не делала. Квартира в Питере, там, здесь, но непременно в России, непременно нужно откреститься от ездунов. Хотя она такой же от ездун, она же ведь уехала. Она уехала и длительное время, помните, еще с ним этой головой пыталась быть ближе к людям. Совершенно не понимая, что быть ближе к людям, это быть в стране, в России. Это вот люди, понимаете, которые вообще с другой планеты абсолютно. Они вообще не понимают, что такое быть ближе к народу. Они с детства воспитывались совершенно другой ментальности, поэтому они боятся, они реально ближе к Европе. Это вообще другое измерение. Но, тем не менее, интересно, что человек вот так реагирует на то, что происходит. Хотя обычные люди, еще раз повторюсь, реагируют совершенно спокойно. Идут на работу, идут в магазин и понимают, что нужно в трудную годину оставаться со своей родиной, объединившись, сплотившись. И это, конечно, очень здорово, что дух обычных людей – это здоровое отношение с любовью к своей родине, к своей стране. А вот это вот, то, что я показал вам, это, я бы сказал, до публичной пространства. Друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Если вам нравятся ролики, можете поддержать канал. Ваша поддержка в отсутствии рекламной ютубы фактически единственное, что дает возможность каналу дальше существовать. Также там ссылочка на телеграм-канал, лучший, как мне кажется, новостной телеграм-канал. Будда Гришна, новости, новости со всего интернета, с телеграма, круглосуточно с моими комментариями. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Друзья, успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Продолжение следует...